Нью-Йорк скоро лопнет. Из Техаса в демократические города нелегальных иммигрантов теперь отправляют на самолетах. Импичмента не будет. Министр внутренней безопасности США Майоркес сохранил должность. В каких случаях иммигрантам могут отказать получение грин-карты и как правильно заполнить новую форму на получение гражданства? В общем, досмотрите это видео до конца. Денис Чередов Если не задавать вопросы, вы можете влиять в комментариях к этому видео. Ну и напомню всем, что наши обзоры о том, что на самом деле происходит в Америке, выходят вечером по Нью-Йорку. Ну а мы пока начинаем этот выпуск. Начинаем, как обычно, с новостей. Итак, в Мексике появился новый караван иммигрантов. Все они направляются на границу с США, чтобы каким-то образом, но скорее всего нелегально, проникнуть в Америку. Но от власти Мексики говорят, что участники каравана – это граждане других стран Латинской Америки. И что они делают все возможное, чтобы депортировать тех, кто находится незаконно даже в Мексике. В общем, новый караван приближается в Америке. Теперь остается один вопрос. Готовы ли пограничники США встретить тысячи иммигрантов? Импичмента не будет. Сенат США не поддержал импичмент министру внутренней безопасности Алехандро Майоркесу. Именно он, по мнению многих конгрессменов, отвечает за иммиграционный кризис на границе. Но вот республиканцы неоднократно критиковали министра внутренних дел из-за рекордного потока нелегальных иммигрантов, которые спокойно проникают в США через даже дырку в заборе. В феврале Палата представителей с небольшим перевесом поддержала резолюцию об импичменте Майоркесу. Но напомню, что там большинство все-таки у республиканцев. Но вот в Сенате демократы заблокировали обе статьи обвинений против чиновника. Так что никакого импичмента Алехандро Майоркес по-прежнему не будет. И он по-прежнему будет отвечать за проблемы иммиграции в США. Но вообще эта новость сейчас бурно обсуждается в социальных сетях и также среди иммигрантов. Как это вообще может повлиять, если Майоркес остается на своей должности в будущем на ситуацию с иммиграционной политикой? Давайте попробуем обсудить. К нам прямо сейчас присоединяется иммиграционный адвокат Алена Шевцова. Алена, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Да, спасибо, что присоединились. Давайте попробуем спрогнозировать. Будет ли как-то сейчас жестко более действовать Майоркес, ну, думая о том, что может быть и второй импичмент ему объявят? Я не думаю, честно говоря, я не думаю, что это как-то поменяет его политику, потому что политик определяется, наверное, не действиями противоборствующей стороны, так сказать, больше, а ситуацией в стране, в общем. Поэтому я не думаю, что только потому, что он будет бояться следующего импичмента, вероятность которого вообще очень мала, потому что этот первый не прошел, он будет как-то менять свою политику. Другое дело, что, в общем, демократическая партия может менять свою политику, и Байден в частности, что связано с большим наплывом мигранта и недовольством в обществе. Обосновано оно обосновано, это недовольство нет, но в любом случае перед выборами, конечно же, явно будут предприниматься какие-то шаги для того, чтобы, по крайней мере, показать хоть какую-то деятельность в данном направлении. Но сам импичмент, я не думаю, что он как-то кардинально повлиял или повлияет на действия администрации. Да, но надеемся, что Байден же как-то следит за этой всей ситуацией. Для него это тоже как бы очередной такой значок, да? Ну, по этому поводу импичмента не объявят. То есть я думаю, что, понимаете, эти, так сказать, челленджи, какие-то выпады в сторону чиновников, которые были поставлены на определённой партии, они всегда будут есть при любой политической партии, которая правит, при любом президенте. Поэтому я не думаю, что это само по себе… Если бы вы меня спросили, я бы сказала, это потеря времени. То есть что конкретно поменяется? Ну, уберут этого начальника, поставят другого от той же демократической партии. Не это определяет политику партии, я считаю. Политику партии определяет настроение в обществе, если мы говорим про время ближе к выборам. Ну и также, конечно, нужды государства должны обязательно определять политику. Поэтому я не считаю, что какие-то вот эти политические ходы сами по себе будут сильно влиять на действия того или иного чиновника. Особенно такого, как Майокерс, который довольно уверен в себе. И поэтому я не думаю, что как-то там поменяется свои действия. Только потому, что он прошёл через этот импичлинг. Ну хорошо, будем наблюдать. В любом случае, напомню всем, что в конце месяца Джо Байден обещал подписать указ об иммиграционной реформе. Мы её, конечно же, уже обсуждали. Но вот посмотрим, на что всё-таки пойдёт президент, решая иммиграционный кризис на границе. Мы продолжаем. Спасибо, что нас смотрите. Не забудьте поставить лайк этому видео. Пишите, пожалуйста, комментарии. Ну вот к автобусам с нелегальными иммигрантами в Нью-Йорке, например, уже все привыкли. Но теперь иммигранты попадают в мегаполис ещё и на самолётах. Первый чартерный рейс из Техаса приземлился в Нью-Джерси на этой неделе. Но и оттуда иммигранты уже попали в Нью-Йорк. Ваяж прошёл в обстановке такой секретности. Но и пока журналисты не понимают, кто же оплатил этот тур. То ли губернатор Техаса, но может быть даже федеральные власти. А может быть и мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Пока мы этого тоже не знаем. Половина иммигрантов США живут в четырёх штатах. Это показал отчёт Бюро переписи населения. По их данным, главные иммигрантские штаты – это, как вы уже догадываетесь, Калифорния, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Флорида. Здесь почти треть населения – иммигранты. Всего же в США живёт почти 50 миллионов человек, которые родились за границей. Половина иммигрантов в штатах – выходцы из Латинской Америки. Но при этом среди натурализованных граждан больше всего людей европейского и азиатского происхождения. Мы продолжаем. В редакцию YouTube-канала Бюро обратился российский оппозиционер Владимир Завьялов, на которого на родине было заведено уголовное дело о дискредитации армии. Сейчас он находится в Литве, куда ему пришлось уехать после полномасштабного вторжения России в Украину. Но вот в Литве Владимир получил вид на жительство. Теперь же он планирует эмигрировать в Америку, так как в Литве Владимир сталкивается с большим количеством представителей, так сказать, русского мира, проще говоря, спутинистами. Что делать теперь Владимиру? Вот сейчас из Литвы он к нам присоединяется. Владимир, слышите ли вы студию? Здравствуйте. Да, добрый день. Слышу. Да, спасибо, что присоединились. Итак, почему вы решили сейчас эмигрировать в Америку? Вроде как вы в Литве сейчас защищены. Ну, это еще давняя мечта была еще с детства, эмигрировать в Америку. Еще когда я находился в России, я искал пути туда перебраться. Посматривал варианты через Мексику, и в лотерею Green Card участвовал. Ну, а здесь, как бы сюда, когда попал, стало вроде как бы, да, все в безопасности, находишься, страна дала, там, то есть я получил вид на жительство благодаря правительству местному, то есть оно принимало участие в этом, и плюс там правозащитные фонды, там, литовско-американские в этом принимали участие. Но территориально здесь, как бы Литва находится так, в очень опасном месте. Тут все знают и все обсуждают Сувалский коридор, который до Калининграда идет через Белоруссию, которые периодически, там, как-то россияне, там, тот же ПС глушат, то постоянно как-то подогревают этот вопрос, там, среди местного населения, там. И, ну, не хочется сидеть и ждать, чтобы, когда грянул гром, потом уже поздно будет куда-то бежать. Поэтому. Ну, с какими-то конкретными преследованиями там, вот, в Литве вы пока не сталкивались, то есть все нормально у вас? Еще раз не понял вопрос. С какими-то конкретными преследованиями вы там уже сталкивались или пока у вас все нормально? Нет, с преследованиями я никаких не сталкивался, ни с какими. Тут, как, нету преследований, как. Ну, со стороны государства нет никаких преследований, ничего. Ну, то, что город такой, он портовый город, и, как бы, россияне его считают почему-то своим, которые они его построили, восстановили, там, это Клайпеда, вот. Вот, хотя он существовал задолго до, как бы, в России. Вот, и здесь много советского времени осталось тех людей, которые это все поддерживают, что да, это российский город. И это во всех чатах прослеживается, там, Фейсбук, местные там каналы, Телеграм, то есть это все везде обсуждается. И какая-то любая новость, которую там пишут, там, местные источники, там, Делфи или ЛРТ, вот, сразу, там, воспринимается в штыки, и вот, там, подождите, сейчас мы тут вас скоро тоже освободим. То есть это все на уровне комментариев, это постоянно завален просто весь Фейсбук. Да, Владимир, ну что ж, вы можете сейчас задать вопрос эмиграционному адвокату, потому что ситуация у вас непростая, как я понимаю, да? Пожалуйста, вы можете у Алены сейчас поинтересоваться все-таки, какие есть способы у вас эмигрировать. Да, добрый день, Алена. Такая ситуация, когда паспорт, я здесь нахожусь, паспорт российский у меня закончился, загранпаспорт. Естественно, консульство мне его не выдает, мотивируя тем, что заведено уголовное дело, есть статья. Литва вроде может выдать какой-то паспорт иностранца. Как тут некоторые говорят, что это паспорт путешественника, никто не понимает, никто не знает, никто не может объяснить вообще, какой статус этого документа. Могу ли я, если я получу этот паспорт, получить визу американскую, или я участвую в этом году в лотерее. Если будет положительный ответ, я приду вот с таким паспортом в консульство американское, мне скажут, извините, этот документ, мы не знаем, что это за документ, и не будем рассматривать. Да, я думаю, что речь идёт о паспорте негражданина, который выдаётся некоторым резидентам Литвы. Я не уверена, квалифицируетесь ли вы на этот документ, и не могу вас консультировать по законодательству Литвы. Но, скорее всего, речь идёт именно об этом документе. Если вы получите такой документ, то вы можете его использовать для цели получения американской визы либо заполнения американских форм. Выглядит он так же, как паспорт. Единственное, что там будет написано, что это паспорт негражданина. В моём случае какие-то ещё есть пути миграции в США, кроме грин-карты? Ну, как бы Мексику я теперь уже не рассматриваю. Находясь в России, я рассматривал этот вариант, потому что туда можно было уехать, не пустили бы, я ничего не терял. Теперь я могу потерять очень много. Я могу потерять вид на жительство литовский, гуманитарный. И, естественно, в Россию я уже не могу возвращаться. Да, ну и нахождение на территории другого безопасного государства, а также получение именно вида на жительство, дисквалифицирует вас от убежища в Америке в любом случае. Наверное, обратите внимание на рабочие визы. И Би-2, и Би-3. В зависимости от того, чем вы занимаетесь, какое у вас образование, иногда на такие рабочие визы, как и Би-2, национальный интерес, вы можете подавать без участия какого-то стороннего работодателя, а подавать сами на себя. Но там нужно показать, что у вас есть определённое образование, и то, чем вы хотите заниматься в Америке, будет в национальных интересах США. И Би-3 вариант может подойти к тем людям, которые не квалифицируются на самостоятельную подачу по рабочим визам и Би-1 или и Би-2 национальный интерес, но у которых есть работодатель. Абсолютно любая работа подойдёт под эту категорию. Но вам нужен будет работодатель, который захочет вас спать. Ну, понятно. То есть, получается, под политическое убежище я уже никакой не могу попасть. Даже в связи с этой обстановкой, что я переживаю за счёт территориальной, то, что здесь коридор находится, и Россия рядом. Да, это ваше личное впечатление. То есть, к сожалению, по закону США, оно не даёт вам основания на то, чтобы вы просили убежище. То есть какие-то опасения в общем, того, что не может случиться в будущем, особенно связанные, предполагарвечия, как говорится, особенно связанные с такой общей геополитической обстановкой, к сожалению, не являются основанием для того, чтобы просить убежище. Если бы, не дай бог, конечно, на вас нападали какие-то представители, например, российского правительства либо каких-то оппозиционных сил, пампозиционных в Литве, и правительство Литвы не могло вас защитить, тогда, несмотря на то, что у вас есть вид на жительство, вы могли бы просить убежище в США. Но без этих условий, после того, когда человек получает вид на жительство, возможность постоянно и неопределённо жить на территории другого безопасного государства, он дисквалифицируется по юридическим основаниям на убежище. Если бы сразу приехали в Америку, без того, чтобы заезжать в Литву, тогда у вас будет хороший шанс. Там не было времени, там было три часа собрать чемодан и всё. А получается, если рассмотреть положительный результат по лотереи и паспорт иностранца, я с ним могу прийти, да? Пожалуйста, если вам дадут такой паспорт, я просто считаю, что его дают немножко в других условиях. Но опять же, я не буду квалифицировать, не могу вас консультировать по законам Литвы. У вас этот документ паспорт не гражданина. Понятно. Спасибо большое. Сейчас вспомнил историю. Мы как раз здесь обсуждали. Как-то раз к нам обращались россияне, активисты, которые покинули тоже Россию. И они тоже оказались в европейской стране. И там они подали документы на временный статус. Не дождавшись его, потому что очень долго они ждали, они всё-таки покинули, не помню, какую-то европейскую страну и через Мексику попали в Америку. И здесь уже подали документы на убежище. Здесь немножко другая, да, Лена, ситуация, получается? Другая ситуация. Но тоже сам факт того, что они подали на что-то, будет рассматриваться далее. То есть подавали на что-то, что именно это было. Открывало ли это что-то им путь к постоянному виду нажительства в той стране, на которую они подали гражданству. То есть уже вступает другой юридический анализ. То есть есть вещи, которые вас дисквалифицируют на убежище просто потому, что у вас нет на этого основания фактически, а есть юридические вещи. Например, вот как наш сегодняшний герой его действительно преследуют на родине в зависимости в связи с его политическими взглядами, но дальше включается уже юридический анализ. А есть ли какие-то юридические барьеры к его убежищу? А может ли он жить в какой-то другой стране? Если бы, например, наш герой жил просто по какой-то визе, в визе не было статуса постоянного жителя, у него были бы шансы. А когда вы получаете уже этот статус постоянного жителя в другой, так называемой третьей безопасной стране, тогда, к сожалению, обычно вы дисквалифицируетесь на убежище. Но есть маленькие исключения. Не в нашем конкретном случае. Иногда, например, человек получает паспорт другого государства, никогда там не жил, но просто использовался этот паспорт для того, чтобы въехать в Америку. Ну, с россиянами, наверное, это вряд ли будет такая ситуация. Вот, например, граждан Албании очень часто они получают итальянские паспорта, чтобы просто въехать в Америку по безвизу. Тогда закон даёт ослабление. Они говорят, что если ты получил вид на жительство либо паспорт какой-то третьей страны просто для того, чтобы ты мог въехать в Америку, и у тебя настоящих связей с этой третьей страной нет, тогда мы не будем ставить это тебе в минус, и ты всё равно можешь попросить убежище. Спасибо огромное за разъяснение. Владимир, уточняющий вопрос, последняя возможность. Нет, всё, я всё как бы всё понятно. Всё, спасибо большое. Да, спасибо вам за участие. Мне кажется, это очень интересный пример, вот как всё происходит на самом деле, что творится. Спасибо огромное. Владимир Завьялов был вместе с нами из Литвы. Мы желаем вам удачи. Спасибо большое. Ну а мы продолжаем. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому видео. Конечно же, пишите комментарии, как вам история Владимира. Важно узнать ваше мнение, а также задавать вопросы вы можете в ленте комментариев, которые касаются эмиграции, либо отправлять их нам на почту, электронную почту YouTube канала Бюро. Есть ещё одна новость. За 2023 год в России в 10 раз увеличилось число административных дел за пропаганду ЛГБТ. Ну вот в суды поступило около 200 административных дел по статье о пропаганде ЛГБТ. И вот что важно сказать. Это в 9 раз больше, чем в 2022 году, и в полтора раза больше, чем за все предшествующие годы. Общая сумма штрафов за такую пропаганду в 2023 году составила 25 миллионов рублей. Кроме того, суды в прошлом году впервые стали применять по этой статье наказание в виде административного ареста. Но я напомню, что действие такого закона в России даёт представителям ЛГБТ-сообщества основания для получения убежища в Соединённых Штатах. Спасибо, что смотрите нас. Итак, прямо сейчас переходим к вашим вопросам, которые вы нам заранее отправили, которые оставляете здесь под нашими выпусками. Первый вопрос у нас от Владимира Седленского. Вот что он нам написал. Вместе с супругой он год назад подал заявки на грин-карты после одобрения убежища, родом они из России. Ну вот одновременно на тревел-документы тоже отправили документы. Если тревел-документы быстрее придут, можем ли мы, спрашивает Владимир, по ним пока без грин-карты выехать на неделю, к примеру, в Турцию или Грузию? Я слышал, что из-за выезда могут потом не дать грин-карту. Нужно ли нам для выезда оформлять, может быть, какой-то дополнительный документ? Вот такой вот вопрос, Алена. Я бы вам советовала перед тем, как выезжать, оформить адванс-пароль, так как у вас уже висит форма А-485. Некоторые адвокаты говорят, что это не нужно, но я считаю, что нужно на всякий случай, особенно если администрация поменяется и правила ужесточатся. Поэтому оформите адванс-пароль, та же самая форма, которую вы уже подавали, форма А-131. Она используется для подачи на различные виды тревел-документов, то есть Refugee Travel Document, который вы получили после того, когда у вас было одобрено убежище. Адванс-пароль также может использоваться для Reentry Permit. Вот Reentry Permit у вас совсем пока не нужен. Он оформляется только для тех людей, у которых уже есть грин-карта. Спасибо большое. Следующий вопрос от Ирины Сава. Она пишет нам, я и мой муж приехали в США, Нью-Йорк, по воссоединению с дочерью. Она гражданка США. Через месяц после приезда получили грин-карты. Сейчас, после пяти лет, хотим подать на гражданство. Мы пенсионеры, мне 67, мужу 74. Может ли мой муж сдавать экзамен по гражданству с переводчиком? И вот в данном случае они хотят пригласить дочь в качестве переводчика. Вот такой вот вопрос. Пока нет. Вам нужно будет ждать. Ещё очень много лет. Если есть такое правило, 55, по-моему, называется, 15 или 55-20. В общем, там нужно минимум прожить 15 лет в статусе грин-кард-холдера, прежде чем вы сможете и достичь определённого возраста, которого вы уже достигли, прежде чем вы можете просить, чтобы вам дали возможность сдавать порцию определённого экзамена на гражданство на своём родном языке. Поэтому пока нет. Что вы можете рассмотреть? Если у вас есть какие-то медицинские показания к тому, что вы не можете выучить язык, даже если вам очень хотелось, пережитая в прошлом травма, какое-то заболевание, деменция в начальной стадии, которая мешает вам выучить язык, и врач квалифицированный это подтвердит, тогда вас вообще могут освободить от необходимости сдавать экзамен, вот порцию экзамена, которая относится к языковым вопросам и вопросам по истории и традициям США. Тогда вам не нужно будет вообще отвечать на эти вопросы. Спасибо большое. Да, вот следующий вопрос как раз касается новой формы заполнения документов на получение гражданства, новой формы Н-400. Вот нам Лора Смит, у неё сразу несколько вопросов, если можно, как такой блиц вопроса буду, да? Я вас буду спрашивать, я буду коротко отвечать. В анкете спрашивают, были ли твои родители гражданами США до этого, как тебе было 18 лет. Вот Лора спрашивает, они не спрашивают в настоящее время они граждане или нет? Это нормально? Конечно, нормально. Раз есть только такой вопрос, только на него вы отвечаете. Да, не додумывайте ничего, ничего не нужно там додумывать за них. Вы видите вопрос, вы распечатали себе форму, подготовились, видите вопрос, только на него вы и отвечаете. Если разведён, Лора спрашивает, они ничего не спрашивают о бывшем супруге. Это нормально? Это неправда, что ничего не спрашивают о бывшем супруге. Спрашивают, чтобы вы предоставили сертификат о разводе. Внимательно читайте вопросы. О выездах. Если выезжал несколько раз в году, как заполнить в одной строке или какой выезд поставить? Вопрос стоит там чётко. Сколько путешествий у вас всего было и отчитаться за каждое путешествие, в какую страну вы выезжали. Поэтому за каждое путешествие нужно отчитываться отдельно. И последнее о детях. Я по воссоединению с сыном. Они нигде не спрашивают эту информацию. Не спрашивают, значит, вам не нужно её предоставлять. Вы думаете, у них этой информации нет? Конечно же, у них есть ваша информация. Вопрос сейчас о детях звучит только о детях, которым не исполнилось 18 лет. 18 лет нужно указывать детей. О всех остальных детях уже есть информация, не переживайте. Спасибо огромное, Алёна. Просто важный вопрос. Я думаю, что многие сейчас заполняют вот эти бумаги. Да, дайте я вам маленький совет, ребята. Если вы заполняете эту форму онлайн, распечатайте-ка её себе сначала в бумажном виде, чтобы вы могли видеть все эти вопросы заранее, подготовиться. Потому что онлайн вам будет выходить один вопрос, вот как вы вырежете окошко перед собой. И поэтому, может быть, возникают вот такие непонятные ситуации, люди начинают нервничать. Распечатайте себе форму онлайн, на бумаге, прочитайте сначала все вопросы, не додумывайте ничего, отвечайте только на те вопросы, которые есть. Да, форма поменялась. Сейчас форма стала 14 страниц, по-моему, была там 20 или 22. Какую-то информацию брали. Почему? Да потому что она у них уже есть. Поэтому эти дубликаты, эта информация, также потому что она не важна для определенных квалификаций на гражданство. Вот поэтому эту информацию и убрали. Да, спасибо большое. Следующий вопрос касается такого будущего получения убежищем. Как многие знают, наши подписчики нас еще смотрят в Мексике, те люди, которые собираются перейти границу легально по приложению CBP-1. Вот нам написала семья, представитель семьи Александр. Он пишет, что мы собираемся переходить границу с моей семьей. Я жена и двое моих детей. Но официально мы не расписаны в России. Фамилия одна у всех. Вот у него вопросы возникают. Будем ли мы считаться одной семьей или нет? Я думаю, что при пересечении вопросов не возникнет, но в дальнейшем. Вот преследование в России применялось ко мне, он говорит. Если я получу защиту, будет ли это применено к моей семье в целом, без оформления брака? Вот. И что лучше сделать в такой ситуации? Оставаться вот при своих, как у них сейчас есть, либо, может быть, расписаться в Мексике? Спрашивает Александр. Но переход у них официальный 30 апреля. Да. Вы не являетесь одной семьёй. Вы boyfriend and girlfriend, если у вас нет официального подтверждения брака. Поэтому я бы вам советовала, в общем, советовала бы оформить брак как можно быстрее. Потому что вас даже могут поставить различные судопроизводства, несмотря на то, что у вас одинаковая фамилия. Там есть вопросы. Вы официально замужем, женатой. Вы что, вы рад на них будете с ответом? А потом вам придётся предоставлять документы. Поэтому расписывайтесь как можно быстрее. Если не получится это сделать в Мексике, ну, распишитесь, когда сюда приедете. Но вам обязательно нужно иметь официальное подтверждение ваших отношений. Иначе, если один из супругов что-то получит, второй ничего не получит. Да, спасибо большое. Много вопросов опять возникает с продлением разрешения на работу. Большая путаница. Кто-то уже получает сразу на 5 лет новые вот эти вот карточки. Вы, если сможете, объясните нам, пожалуйста. Пока вот сейчас вопрос от Ирины Кононенко. Она пишет нам, что подала на продление work authorization 7 февраля. Ну, и закончилась у неё 21 января эта карточка, срок действия. Когда пришла менять водительские права, мне не поменяли. Сказав, что с 21 января по 7 февраля я была вне статуса. Попросили, чтобы я принесла бумагу, что мне одобрили новое разрешение на работу. Ну, вот звонила в иммиграционную службу. Сказали, что в течение 72 часов ответит. Но прошло 3 недели, ответа нет. Позвонили опять. Они сказали, что мы как бы рассматриваем это всё. Что делать в этой ситуации Ирине? Да. Смотрите, для того, чтобы получить автоматическое продление вашего разрешения на работу по определённым категориям, не по всем категориям это разрешено, но по определённым категориям, вам нужно обязательно подать на продление до истечения срока действующего разрешения на работу. Если, я как понимаю, в данном случае случилось именно то, что подано было на новое разрешение на работу после того, когда уже завершилось разрешение на работу, которое у вас было до этого, то автоматического продления нет. И вам придётся ждать, пока иммиграционная служба рассмотрит вашу новую заявку. Сколько это будет по времени, неизвестно. Всё, что вы можете сделать, это то, что вы сделали уже, вы запросили ускорение. Есть специальная инструкция о том, как запрашивать такое ускорение, особенно в том случае, если вы работаете в какой-то health care industry, то есть оказываете какие-то услуги в сфере здравоохранения, либо child care industry, в сфере заботы о детях. Поэтому посмотрите, если вы попадаете под вот эти какие-то специальные пункты, только это вам поможет. Спасибо большое. И вот по поводу пятилетнего разрешения на работу срока на 5 лет. Как это вообще происходит сейчас? Пятилетнее разрешение на работу сейчас автоматически стали давать по определённым категориям. Например, самая популярная категория — это C9, когда вы подаёте на adjustment of status или green card на территории Америки. C8, когда вы находитесь в ожидании убежища. По-моему, А5, если они аж А10, когда вас восхолдинг в ремоу. Там есть определённый список, опубликован он на сайте uscis.gov. Получается, что если вы подаёте на новое разрешение на работу, то есть когда у вас никогда ещё до этого его не было, либо на основании новой категории, либо вы продляете разрешение на работу по определённым категориям, перечисленным в законе, вам автоматически будут давать пятилетнее разрешение на работу. Да, ну вот на этой хорошей новости сегодня и закончим. Спасибо вам огромное. Обращаюсь к тем, кто нас смотрит. Не забывайте присылать свои вопросы нам на почту, либо можете оставлять здесь. Мы благодарим сегодня иммиграционного адвоката Алёну Шевцову за участие в эфире. Спасибо вам большое за полезные советы и информацию. Спасибо, до свидания. Ну а я Денис Череда. Благодарю каждого, кто смотрит нашу рубрику «Надо валить». Напомню, что здесь, на YouTube-канале Берон мы также рассказываем о том, что на самом деле происходит в Америке. Не пропустите наш вечерний эфир по Нью-Йорку. Ну и в любое время пишите нам по адресу, который сейчас видите на своих экранах. Задавайте любые вопросы, мы постараемся на них ответить. Спасибо вам за лайки. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!